Озеро Блет, самый посещаемый курорт Словении, находится в глубокой впадине, окружённой скалистыми, заснеженными юлианскими Альпами, в 50 километров к северо-западу от Любляны. Жемчужиной этого идиллического уголка является изумрудно-зелёное озеро Блет с небольшим островком, церковью и горным замком. Туризм начал развиваться здесь с 1855 года. Европейские аристократы стали приезжать на озеро ради местных термальных источников и чистейшего альпийского воздуха. Сегодня сюда устремляются туристические автобусы со всей Европы, но озеро и его окрестности всё же сохраняют свою неповторимую красоту. На озере можно найти отели на любой вкус и кошелёк. В озере можно купаться или кататься на лодке, взяв её на прокат. Не меньшее удовольствие доставят вам и велосипедные прогулки. Хотя курорт пользуется большой популярностью, но туристы редко выбираются из города, поэтому вам будет несложно найти уединённый уголок, обойдя озеро по дорожке, проложенной среди лип, каштанов и плакучих ив. Лучший вид на озеро открывается с укреплений замка Блет, построенного на скалистом выступе в 100 метрах над уровнем воды. Замок был построен в XI веке, но свой современный облик приобрёл в XVI веке. В замке располагается музей, где выставлены археологические находки, старинная мебель и доспехи. В центре западной части озера находится остров Блет. Сквозь кроны деревьев проглядывают элегантная церковь и колокольня. Чтобы посетить остров, возьмите на прокат лодку или совершите экскурсию на плетне – это нечто вроде венецианской гондолы. Лодки отправляются от причала, расположенного напротив виллы Пришерн близ центра города. Лестница из 99 ступеней ведёт от набережной острова к барочной церкви Успения. В церкви часто устраиваются свадьбы, и это неудивительно, ведь в древности на этом месте находился храм Живы, славянской богини любви и плодородия. В рамках церемонии жениху предлагается внести невесту в церковь на руках, без остановки поднявшись по 99 ступеням. Рядом с церковью находится колокольня XV века. Считается, что её колокол приносит удачу, нужно просто позвонить. На северном берегу озера находится замковый пляж, а на западном – грибной центр, где каждый год в середине июня проводится международная регата с участием спортсменов мирового класса. Рядом располагается бесплатная зона для купания, зелёные газоны спускаются прямо к воде. Это отличное место для того, чтобы искупаться или позагорать. На южном берегу, в 20 минутах ходьбы от города, в окружении великолепного парка располагается роскошная вилла Блет. Вилла была построена в начале XX века для югославской королевской семьи. Тита принимал здесь глав иностранных государств, в том числе Эндиру Ганди и Никиту Хрущёва. С 1984 года вилла является роскошным отелем. Гольф-клуб «Блет» находится в трёх километрах восточнее Блета и считается одним из самых красивых в Европе. Летом из Есеницы в 12 километрах к северу от Блета отправляется старинный паровоз. Маршрут проходит мимо озёр Блет и Бахинь с остановками на вокзалах Блет и Бахиньска-Быстрейца. Затем поезд идёт по Бахиньскому туннелю, протяжённость которого составляет 6 километров. Над туннелем высится гора Бахиньское седло высотой 1277 метров. За деревней под Брдо путь ведёт в узкую долину Бачи и заканчивается в мост на Сочи, почти у итальянской границы. Редактор субтитров А.Семкин